Добрый день всем! Сегодня бы я хотела вам рассказать, как плести вот такие прекрасные сельки в технике фреволете Анкарс. Посмотрите. Для работы нам понадобятся бусинки различного размера и обычный бисер. Я использую красный, потом у меня чуть покрупнее бисер серого оттенка, мокрый асфальт, и бусинки уже более крупные для расшивки, это вот такие серые и красные. Челноки с намотанной нитью, я использую капроновые нитки, два челнока у меня с красной нитью, вот один и второй челнок. И еще один челнок, на один челнок я намотала серую нитку, она у меня будет использоваться на дуге, в серединке. Вот, если вы посмотрите, то вот она как раз серая дуга. Давайте начнем плетение. Вначале мы сплетем первый и основной элемент, это будет у нас пятилистник, вот он начинается, раз, два, три, четыре и пять. Нам понадобится один челнок плетется от работы, этот элемент одним челноком, и нанизать на него еще нужно 11 бисеринок. Я уже это сделала. Схема плетения будет вот такой. Заправляем нить, начало плетения, чтобы хвостиков у нас не торчало, и работа была аккуратной. Для капроновых нитей трех узлов недостаточно для заправления хвостиков. Я обычно делаю четыре узла для надежности. Продолжение следует... Итак, вот наш готовый элемент. Вот смотрите, ниточку в конце я уже заправила. Теперь можно отложить его в сторону. Теперь нужно нам сплести второй элемент из этой схемы. Он у нас небольшой, но с использованием бисера. Теперь бисер мы должны нанизать на нитку серого цвета. То есть берем основную для колечек красную и серого цвета. Нить будет у нас уже для дуги. Нанизываем туда 10 бисеринок. Связываем вместе две ниточки. И будем плести вначале колечки, дугу и петь кольцо. Первое кольцо у нас 10 пико 10. Переворачиваем работу. И плетем уже дугу с бисером. Не забываем, что нам нужно еще убрать хвостик. Бисер мы вплетаем опять так же через один узел. И так я доделала еще один элемент. Вот он, видите? Здесь бисер у нас, а здесь два кольца. Откладываем его в сторону. Следующий элемент мы тоже плетем и из красной нити и из серой. То есть у нас получается кольца будут красными, а дуги будут опять темными. То есть мы опять должны связать красную и серую нитки вместе. Начинаем плетение мы с красного челнока. Еще один элемент у нас готов. Три элемента мы уже сплели. Четвертый элемент мы будем плести уже после сборки всей сережки. Нам остался пятый элемент, который плетется из красных ниток и дуги и кольца. Итак, я хочу вам показать, что все элементы у нас готовы. То есть вот этот первый элемент это вот. Второй наш элемент с бисером вот этот. Теперь самый большой и вот этот, кроме четвертого элемента. Четвертый элемент мы уже будем плести после сбора. Смотрите, берем вначале наш первый элемент и вставляем вот сюда. Видите, да? В эти колечки мы продеваем первое и второе колечко друг в дружку. Далее, теперь мы эти кольца выводим наружу, чтобы они были вот так. Видите? то же самое делаем и со вторым. Немножко можете поджать, чтобы работа как бы лежала. Теперь мы берем элемент номер два и вот таким образом его вставляем через вот эти лепестки. Так раз. А теперь уже мы будем их продевать вот через вот эти вот узенькие места. то есть как бы через два колечка. Не через первое, а между первым и вторым. Если неудобно, можно подцепить, например, крючком или или пальчиками продеть, согнуть немножко колечко и туда его засунуть. Мне не совсем удобно, поэтому я так долго ложусь. То же самое мы делаем и с другой стороны. Мы продеваем его вначале в одно кольцо, а потом продеваем его через промежуток первого и второго. Вот смотрите, что получается. Вот эти у нас должны получиться. Вот так. Опять можете немножко поджать его для того, чтобы вам было поудобней. Смотрите, чтобы везде все было ровно. Вот видите, что получается. Теперь мы берем последний наш элемент и вставляем его как бы снизу. Вот. Просто заводим его пока что по бокам. Теперь нам осталось плести последний нижний элемент. Кольцо 15, пико 15. Кольцо 15, пико 15. Берем опять челнок с красной ниткой. И доплетаем. И доплетаем колечко. Вот смотрите, я доплела это кольцо. Ниточку я оставляю по длине хвостик, потому что ей же я буду сшивать бусинки. И нам осталось закрепить его, сложив в нашей работе. Накладываем его, продеваем ниточку назад. Протаскиваем колечко туда поглубже. Просто его складываем пополом. Теперь нам нужно расшить нашу работу. Вот так. Надеваем иголочку на наш кончик ниточки и будем расшивать. Вначале нам нужно закрепить, чтобы это колечко внизу не болталось. То есть мы продеваем наш кончик в пико. И протаскиваем. Все, по крайней мере, вот эти дуги у нас с колечками зафиксированы. Теперь с вами мы должны нанизать, получается, большую бисеринку и одну вот такую. Надеваем вначале красную бусину, потом серую бусинку. Подтягиваем их и возвращаемся обратно через красную бусину. Подтягиваем работу. Так, после того, как мы закрепили низ, вот здесь вот видите, нитка у нас должна выйти сзади, чтобы ее не было видно лицевой стороне. И нанизываем серую бусинку, красную и снова серую. И протаскиваем ее вот сюда. Видите, да? Чтобы она получилась посередине. Подтягиваем ниточку. Теперь ее нужно просто зафиксировать сзади. Аккуратненько смотрите, чтобы у вас нитка нигде не торчала. То есть у вас не было видно стежков ни с лицевой, ни с задней стороны. Нужно вывести теперь ниточку назад. Если тяжело, можете помогать себе пускогубцами. Подтягиваем. Смотрим, да? У нас здесь нету стежков. Теперь мы должны сшить бусинки по бокам. Для этого мы должны иголочку вывести вот здесь. Вот, видите? Между, получается, колечко сбоку. Оно у нас там как раз проходит. Иголочка прекрасная. Нитку видно не будет. Мы должны прихватить маленькое колечко 5 пико 5 за пико. Надеть бусинку. Вот она у нас серенькая. И опять так же пройтись через другое пико. Вот это колечко. Вот видите? Возвращаемся через бусинку опять. Вот сюда. Как бы немножко подтягивая нашу работу. И уводим ее ниточку опять на заднюю у нас вот эту часть. И прячем ее. Делаем все очень аккуратно. Сюда. Вот видите? И продеваем. Опять теперь то же самое делаем и с другой стороны. Опять везде через низ, чтобы ниточку не было видно. Выводим ее между колечками. Вот видите? Между кольцами она у нас проходит. Прихватываем нижнее колечко за пико. Надеваем бусинку. Проходимся через пико другого колечка нашего. Вот. Возвращаемся назад через бусинку. И опять таки вводим все это под наши колечки. Прячем ниточку. Получается мы выйдем обратно посередине. Теперь нам останется только вшить нашу ниточку. Чтобы закрепить всю работу. Такие серьги у нас получились. Если вам понравилось это видео ставьте лайки. Подписывайтесь. Потому что в дальнейшем я буду выкладывать новые свои работы. Наработки. новые схемы. Будем плести еще какие-нибудь интересные элементы. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok